Ликовала вся реанимация, потому что мы вышли и поздравляли нас. Почти месяц на волоске, 27 дней за жизнь Бориса Федоровича боролись врачи Жудинской городской больницы. Реанимация, искусственная кома, аппарат ИВЛ. И все это с диагнозом коронавирусная инфекция. И при таком раскладе дел вернуться буквально с того света. Чудо, сотворенное в большей степени руками врачей. Врачи поддерживали. На второй день кормили, принесли. Каша крестноватая такая. Посмотрел Александр Николаевич его зовут. Очень трогательно было. Пошел, принес свой обед, своим обедом кормил. Вкусные гречневые каши с мясом. До сих пор помню. Месяц как один день пролетел еще у одного пациента Жудинской больницы. 28 дней за мужчину дышал аппарат ИВЛ. Но хорошо то, что хорошо кончается. 1-0 в пользу врачей и жизни. Рассказать о своих ощущениях пациенту пока еще тяжело. Мешает трубка в горле. Это временная мера. Разве что услышав, как врачи говорят о его случае, как об общей победе над болезнью. Он не без усилия добавляет. Через терапевтический корпус Жудинской больницы, который с середины апреля перепрофилирован под пациентов с ковидом, прошли больше 340 человек с коронавирусной инфекцией. Везли сюда и взрослых, и детей из всех регионов Минской области. Сейчас в основном в отделении жителей Жодина и Смолевического района, у которых пневмония средней степени тяжести. Очень много прошло через отделение реанимации. Часть они прошли и через аппараты, и подключение к аппаратам ИВЛ. Часть прошло без респираторной поддержки. Мы можем гордиться пациентами. Почему? Потому что в любом случае, когда человек находится на аппарате ИВЛ более месяца, это уже достижение, с какой бы патологией он ни был. После аппарата ИВЛ у пациентов впереди еще два важных этапа. Долечивание и восстановление. Валерия после реанимации направили в областной центр медицинской реабилитации. Его тоже перепрофилировали для пациентов с ковидом и контактов первого уровня. Завтра здесь мужчина и встретит свой день рождения. Конечно, без торта, свечей и встречи с родными. Но после 32 дней на ИВЛ он уж точно знает, каково это – родиться заново. К нам поступают пациенты разного плана. Это и тяжелые пациенты, снятые с искусственной вентиляции легких. И пациенты более легкие, но которым уже не требуется кислородная поддержка. Мы стараемся сразу включить в их лечение, кроме медикаментов, различные другие методы и способы медицинской реабилитации. Это психологическая реабилитация, физическая в виде лечебной физкультуры, дыхательной гимнастики и физиотерапию. Восстановиться после болезни пациентов отправляют также в республиканскую больницу, успели у лечения и санаторий Березина. Кому-то назначают процедуры в поликлиниках по месту жительства в Минской области для реабилитации. Госпитализируют примерно каждого десятого, у кого болезнь протекала в тяжелой форме. И сейчас мы отмечаем положительную тенденцию по снижению заболеваемости. Наши первые районы, которые вступили в эпидситуацию – это Копыль, Столбцы, Червень. В них выздоровевших значительно больше, чем заболевших. На долечивание и восстановление уходит в среднем 2-3 недели. В областном центре медицинской реабилитации середины апреля поставили на ноги больше 500 человек. Одномоментно здесь готовы принять до 180 пациентов. Сейчас загружено учреждение на 2-3, но в скором времени центр рассчитывает открыть двери и для остальных пациентов. А пока, конечно, задача – как можно дальше увести пациентов от коронавируса, чтобы от болезни не осталось и следа. Евгения Лесникова, Иван Боровой, Алексей Шаплов. Наши новости ОНТ. Субтитры создавал DimaTorzok